МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. А она не пришла. Депутаты Рязанской городской думы приняли отставку председателя Юлии Рокотянской. Ни по-дружески с улицей Дружины. В Рязанском микрорайоне строитель ждут переселения. Когда следователь – это призвание. Кто они, рязанские сыщики? Один из таких, герой нашего материала. Сегодня в Рязанской городской думе депутаты рассмотрели досрочную отставку председателя Юлии Рокотянской, написавшей заявление по собственному желанию. На внеочередное заседание пришли 35 народных избранников из 40, но это не помешало им оперативно рассмотреть всю повестку. Внеочередное заседание Рязанской гордумы, пусть и было, по сути, чистой формальностью, некая напряженность все же в воздухе витала. Тем более, что к началу рассмотрения самой, наверное, короткой повестки в истории всего три вопроса, пока еще председатель Юлия Рокотянская так и не появилась. И заявление о сложении полномочий обсуждали без нее. Проектом решения предлагается прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы Рокотянской Юлии Владимировны в связи с отставкой по собственному желанию. На основании пункта 2, части 6, статьи 35 устава муниципального образования городской округ город Рязан. Заявление Юлии Владимировны имеется. Отсутствие Юлии Рокотянской вызвало некое раздражение у системной оппозиции. Коммунисты даже предложили внести поправки в регламент на будущее. У нас, к сожалению, стало очень модно уходить в отставку перед отчетами, без отчетов. И, собственно, проработал человек в определенный период. Написал. Это не только в сегодняшнем случае касается и в будущих отставок у нас в администрации. Проработал достаточно долгий период человек, написал по собственному желанию. И все. И никаких вопросов, никаких, собственно, никакого отчета обрадел на работе. Судя по всему, главный аргумент в необходимости некоего отчета – попытка понять, что побудило Юлию Рокотянскую уйти по собственному. Тем не менее, пусть и заочно, без фигуранта, но голосовать все-таки пришлось. Коллеги, решение принято единогласно. Спасибо. Также в унисон Гордума проголосовала из-за сложения с Юлией Рокотянской депутатских полномочий. Несмотря на парламентские единственники, осадочек, недоумение все же остался. Обычно, если внутри парламента нет противоречий, на другую работу коллег провожают цветами и аплодисментами. Иногда даже с банкетом. Но, видимо, не в этот раз. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жители нескольких домов по улице Дружная в Рязанском микрорайоне «Строитель» уже 10 лет ждут переселения. Блочная застройка 50-х годов уже полностью пришла в негодность. Протекающие крыши и трубы, плесень, обвалившийся потолок. Переезд им обещают только в 31-м году. Один из вопросов главе администрации Рязани Елене Сорокиной на ее недавнем публичном отчете касался именно этих людей. Улица Качевская, дом 18, туалет. В таких условиях у нас живут люди, пенсионеры, которые отработали на благо нашей Родины. Это один из туалетов в доме по улице Качевской в поселке «Строитель». Грязные стены, забитая канализация и разрушенный потолок. Крыша течет регулярно. Жильцы верхних этажей говорят, что за ночь выносить воду могут по несколько раз. У нас нет вообще ни кухонь, ни... Раньше была тут и сушилка, и кухня, и все. У нас газа нет, у нас все готовим на электрических плитчках. Не плиты, а плитчки, которые на даче покупают. Вот такие плитчки мы готовим. У нас душ дома нет, только душ на первом этаже. Грязная комната с шатающим полом и работающей кабинкой. Это душ. Единственный для девяти семей с детьми и пенсионеров. Пол около ванной комнаты отсырел и в один из дней провалился. Сейчас его заделали обычным листом фанеры. Нечто подобное наблюдаемое в доме по улице Качевской, 18. Он уже признан аварийным и к расселению должен был приступить еще два года назад. Не срослось. Дом начинается обрушаться. В 18-м году мы его признали как аварийный. Крыша находится в аварийном состоянии. Сейчас документы мы вам предоставим. Там невозможно течь. Стены у нас, у меня спицы проходят насквозь там. Палы тоже уходят ходинем. А это дом номер 7 на улице Дружной. В этом же поселке. Прямо с порога жильцов встречает запах сырости и плесени. На верхнем этаже в одной из квартир сделали ремонт. Но крыша предательски потекла. Это уже происходит два года. Я бьюсь. Вот пришли, подсунули железо туда. Лазили они, слазили. Но это железо они подсунули, они что-то там стучали очень громко. Ну и прорубили. И вот тут вообще вот все пошло. Все, вы видите, какая течь пошла. Вы видите, какая плесень, какая вода. Все это выносим, все это убираем. Что необычного в этой ванной комнате. Например, здесь можно принять водные процедуры и вкусный приготовить ужин вместе с соседями. Именно о судьбе этих людей Светлана Коновалова задала свой вопрос Елене Сорокиной на публичном отчете. Глава Рязанской администрации пообещала взять дело под личный контроль. Много домов, не только обозначенные вами. В своем выступлении я говорила про них. Там сложные вопросы. Эти дома, обозначенные вами, они не вошли сейчас в программу. И вот каждой семье, каждому жителю, в зависимости от особенностей, от условий, мы стараемся подходить индивидуально. А группа народного контроля готова оказывать содействие во взаимодействии с жителями. Первый шаг сделан. Жителями строителя власть пошла на открытый диалог. Волонтеры-активисты пока в режиме ожидания. В вопросе переселения они готовы оказать всяческое содействие. Обслуживание автотранспортом микрорайонов Недостоева и Конищева стало основной темой встречи руководителя управления транспорта Вениамина Синякова с рязанцами. Это был первый разговор по душам. И на все вопросы чиновник постарался дать исчерпывающие ответы. Главная жалоба горожан на вынужденную отмену маршрута номер 82. 30-й автобус, особенно в утренние часы, поток во всех смыслах не вывозит. И об этом в управлении транспорта знают. Именно поэтому, по словам Вениамина Синякова, уже со следующей недели количество единиц на маршруте увеличат. То есть у вас единицы готовы? Готовы. У нас сейчас постановление на согласование. Если согласуют, сразу же на линию должно выходить 20 автобусов. Маршрут номер 66, который уже заезжает в Недостоево, с апреля переведут на средний класс. Для улучшения транспортного обслуживания с 1 марта утром и вечером в часы пик от остановки телезавод до площади Мичурина начнут курсировать 4 автобуса особо большого класса номер 5. А вот от маршрута номер 82 совсем в управлении транспорта пока не отказались. Говорят, надо только ему перестроить схему. Я вам могу предложить 82. И я думаю, жителям лучше будет. Если я предложу жителям Октябрьского городка, мы его завернем в районе улицы Чкалова. Напрямую с Недостоева пойдет по Чкалу в Октябрьский городок. И обратно точно так же. А лучше даже по высоковольтной, чтобы захватить как раз и строитель. Если вы готовы такой маршрут брать, я готов рассматривать. Остальные вопросы от рязанцев касались точечных недочетов. Но Вениамин Синяков подчеркнул, что каждая претензия будет предметно рассмотрена. А мониторинг за работой перевозчиков усилен. Убийство, сбыт наркотиков, мошенничество в особо крупном. Таких дел рязанский следователь раскрывает по нескольку в год. Кто они, рязанские пинкертоны и шерлоки Холмсы? Валерий Седов об одном из таких. Владимир Лохмачев следователем мечтал стать с детства. В школе участвовал в олимпиадах по праву и обществознанию. После университета, наконец, работа в должности общественного помощника следователя. Первое свое дело помнит до сих пор, хотя прошло около пяти лет. Покушение на сбыт наркотиков. Закладчиком оказался юноша, которому не было и 18-ти. Молодой человек решил подзаработать, распространяя наркотические вещества на территории советского района города Рязани. Путем закладок. Поскольку несовершеннолетний и у него ранее не было судимости, если я не ошибаюсь, то ему назначили 4 года лишения свободы условно. В должности общественного помощника у Владимира был наставник, опытный следователь. Это распространенная практика. Вместе они выезжали на места происшествий, составляли протоколы, присутствовал и на допросах. Все следователи, которые в отделе были, они помогали и советам, и делам, давали образцы, разъясняли, какие ошибки, разъясняли об изменении законодательства. То есть практически своим опытом делились непосредственно со мной. Я впитывал все их знания, приобретенные уже с их годами, и в настоящий день применяю на своей практике. В декабре 2020 года Владимир Лохмачев сам стал следователем. Уголовных дел было множество. Убийства, покушения на сбыт наркотиков, всего и не перечислить. Однако хватает тех, которые запоминаются особенно. Летом 2021 года в небольшой, можно сказать, семейной компании люди распивали алкоголь. Видимо, употребив достаточно, мужчина оскорбил мать семейства. За нее вступился сын. Избил мужчину и уехал из квартиры. На тот момент потерпевший был еще жив. Утром мать просыпается и обнаруживает, что молодой человек уже погиб. После чего позвонил своему сыну, сообщил об этом. Последний прибыл в квартиру к своей матери, взял труп и вынес к опорному пункту полиции. После чего там оставил и ушел в квартиру матери дальше спать. Картину происшествия следователям удалось восстановить уже после, как и доказать вину мужчины. Вначале тот отпирался, осознался только под грузом доказательств. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. И таких дел десятки, если не больше. По словам Владимира, работа следователя сегодня требует полной отдачи и гибкости ума. Но когда это призвание, сложностей не возникает. Мол, только закаляет характер. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Февраль 2022 года, похоже, решил всех удивить. В древности его называли лютень. От него всегда ждали морозов и вьюк. Но сегодня это определение к нему вряд ли применишь. Почему? Марина Романек. Наши предки считали сегодняшний день одним из самых холодных перед наступлением весны. И говорили, что надо надеть шубу 17 февраля, даже если 16 числа было тепло. Также предки замечали, если 17 февраля вороны и галки вьются в воздухе и беспрестанно кричат, значит надвигается снегопад. Существовала в народе и такая примета. Если еле опускает ветви вниз, жди осадков. Если поднимает вверх, впереди ясный день. Не совсем по-народному, обещают нам погоду синоптики. Ранее синоптики сообщали, что в последнем месяце календарной зимы погода в России будет весенней. Как оказалось, пока они правы на все 100%. Согласно их новым прогнозам, в ближайшие дни почти повсеместный температурный фон в Российской Федерации будет превышать климатическую норму. Как долго это продлится? Неужели зиме конец и можно консервировать теплые вещи до следующего сезона? Дело в том, что синоптики также предупреждают, что до начала календарной весны на большей части русской равнины с погодой будет твориться что-то невероятное. Специалисты даже утверждают, что такой метеорологической обстановки в нашей стране в феврале ранее никогда не было. В частности, прогнозируются аномально низкие температурные показатели, мощные ветровые удары, снежные завалы, заносы на дорогах, скачки атмосферного давления, климатические качели и другие метеорологические прелести. До начала февраля климатическую обстановку в Москве, Подмосковье, Калужской, Рязанской, Тверской и Владимирской областях формировал циклон «Надя». Вместе с теплым воздухом он принес обильные снегопады. Сейчас вместо него господствует антициклон, который обещает крайне нестабильную климатическую обстановку во всех регионах Центрального федерального округа. Вторая половина месяца характеризуется синоптиками как климатические качели. Местами возможно падение столбиков термометром к отметкам ниже 20, а потом резким взлетом к плюс 5-7. Однако пока оттепели. Постепенно, но целенаправленно съедают весь выпавший снег, а на дорогах образуется гололедица. Поэтому будьте осторожны. Партнер программы «День города» выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Свежие рыбные деликатесы ждут вас у торгового центра «Премьер». Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 14 по 20 февраля ТЦ «Премьер». С 14 по 20 февраля ТЦ «Премьер».